Привет, это Беринг и не особо, скажем так, типичное приветствие. На канале возникла небольшая такая заминка в плане выхода видеороликов, но в принципе я уже все-таки до своего компьютера добрался, и сейчас, как вы можете уже видеть, сижу на Аризоне и как раз-таки записываю этот ролик. И, кстати говоря, что касаемо этого ролика, то он будет просто прям таким мега креативным, то есть я все эти четыре дня отсутствия просто сидел и думал, что нужно сделать что-то креативное, что-то такое, чтобы удивило абсолютно всех, и поэтому я сделаю пранк песней. Да, можно мне похлопать. Ну а если уже говорить чуть более серьезно, то в принципе да, сама по себе тематика роликов пранков песней в глобальном плане на ютубе уже весьма непопулярная, но в принципе в сфере сампа, если не ошибаюсь, то ролики подобного формата снимал только Маки Ашер, и довольно недавно подобное видео выпустил Vertage, где он, скажем, пранковал людей песнями Фейса. Ну а я, в свою очередь, как-то попытаюсь пообщаться, повзаимодействовать с игроками при помощи репертуара такой группы, как ЛСП. Она сейчас относительно популярная, и почему бы не попытаться что-то подобное отснять, потому что я думаю, что люди уже более-менее с их песнями знакомы, и, возможно, кто-то на это довольно-таки интересно отреагирует. Да и вообще, мне просто как раз-таки интересно узнать, узнает ли хотя бы кто-то то, что это строчки из песен ЛСП и все в этом духе. Так что не буду особо затягивать, хотя я уже это само приветствие, наверное, затянул на пару минут, но так или иначе, давайте начну. Я просто решил чекнуть, кто находится в онлайне в организации. И как бы, да вот есть Пауло Эскобар, адекватный никнейм, есть Антони Беринг, ну тоже еще кое-как, Луна Сантини, Александр Пургин, то есть все вроде бы более-менее адекватно. Но, блядь, Попович Вилсаком. Я не знаю, под чем находился человек, который это придумывал. Короче говоря, одним словом, Аризона. Вот как бы, вот, и я просто еду тут как бы, за май Сережа. Я сейчас как бы даже особо не знаю, что говорить, потому что эти люди гениальны. Это просто лучшие никнеймы, которые можно было придумать. Вот тут просто это не обсуждается. Попович Вилсаком и за май Сережи. Красавцы парни. Ну, короче говоря, я просто уже сейчас подъеду к Мэрии, потому что тут, по идее, должно быть какое-никакое, но скопление людей. И поэтому думаю, что хотя бы с кем-то, но у меня сейчас так или иначе получится пообщаться. Так, давайте, в принципе, вот есть человек. Он даже что-то отыгрывает, но мне это не важно, потому что... Мне нужно больше денег. Пытаешься как бы вести какой-то диалог с людьми, а он тут что-то отыгрывает. Ох уж это Аризона, просто... Надоели эти РПшники, пытаешься как-то вести себя неадекватно, а парни там что-то слышьми какой-то пишут, блин. Вообще, просто сплошные РПшники уже надоели по горло. Вечно эти слышьду, слышьтуду, слышьми. Я просто хочу им написать в чат о том, что... Мне нужно больше денег. По итогу я все-таки принял решение поменять себе скин, потому что, ну, серьезно, когда пдшник пристает к тебе с фразой «мне нужно больше денег», это как-то не особо, скажем так, безопасно для тебя смотрится, и, скорее всего, из-за этого как-то особо с кем-то повзаимодействовать у меня не получилось. Медицина Лос-Сантоса. Лучшая медицина во всем штате. Да. Да. У меня не бомбит. В общем, мой вам совет. Если вы собираетесь как-то идти играть на Аризону, то, пожалуйста, сразу же поступайте в какие-то организации, потому что с обычными гражданскими так или иначе, но общаться довольно-таки тяжело. Ну, а уже во фракциях так или иначе, но людей всякими там образами отсеивают неадекватных, и там уже более-менее можно хотя бы адекватно как-то с кем-то общаться. Короче, я такой чё-то постоял, наверное, минут 5 ФК, и у меня просто куда-то испарилась моя машина, поэтому давайте я, пожалуй, её найду. И где она у нас находится? А находится она у нас уже... Она какого-то чёрта заспавнилась. Но это особой роли не играет, поэтому я продолжу доёбываться к рядовым игрокам Аризоны. Сказочный долбоё. Вот знаете, этот пранк довольно-таки сложно реализовывать, потому что это не строчки фейса, где просто такой как бы берёшь и пишешь... Я имбалтую тёлку! А тут чё-то у ЛСП такие фразы всё более-менее со смыслом. Ну а вы ж типа знаете, что я немного долбоёб, и как бы несопоставимые вещи по итогу получаются. Вселенная взорвётся, чёрная дыра образуется. Но, в общем, да. Всё грустно. Просто вот буквально на секунду реакция игроков на песни фейса. Давайте вот просто рандомный чилик. Ну ладно. У парня нормальная реакция, дай денег, пожалуйста. Поэтому давайте я просто дам ему пять тысяч, всё же ему не особо легко пришлось в этой жизни. Поэтому, да. Вот знаете, мне сейчас довольно-таки печально, что в репертуаре ЛСП нет какого-то трека с текстом а-ля... Регистрируйтесь на никнейм Энтони Беринг и получайте 250 тысяч долларов. Вся информация в описании. Ну, к сожалению, да. Вот ЛСП чё-то такие треки не писали, и для меня это очень странно. Но такая вот ситуация. Чё поделать. Я хочу тебя узнать лучше, я внимательно тебя слушаю. Хочу тебя узнать твою душу и так хочу... А за это что будет? Ну, короче говоря, я так полагаю, что он чё-то не особо улавливает суть моих фраз. Ну, короче, давайте. Он, получается, требует 200 баксов за более подробную информацию о себе. Общаешься, короче, такой с человеком, как бы... Пишешь ему весь текст, пишешь ему текст песни. А он такой просто как бы берёт и... Офается. Мне хочется плакать. Спасибо тебе, парень. Просто ты мне помогаешь делать контент. Прям... Самый, что именно есть. Качественный. Ну и, в общем-то, на этом моменте я, наверное, уже буду... Заканчивать это видео. Да, отчасти оно, конечно, получилось прям довольно-таки глупым. Но всё же я и не планировал его делать прям как-то... С какой-то ноткой серьёзности. И просто всё делалось чисто ради своеобразного фана. Кстати, ещё под конец этого ролика я хотел бы выразить такую небольшую благодарность тем, кто указывает меня в качестве реферала. Вас уже собралось в количестве 61 человека. И давайте просто я по аналогии к Брулёву сделаю такую фишку, что, допустим, кто будет сотым человеком, который на меня зарегистрируется. Это, конечно, будет довольно-таки не скоро, но всё-таки когда-то это произойдёт. И, в общем, кто будет сотым человеком и получит третий уровень в игре, то помимо той четверти миллиона, которая мне приходит за вас в качестве реферала, я вам дам ещё и полмиллиона сверху за как раз-таки эту вот сотую регистрацию на меня в качестве такого просто подарка, что ли, небольшого приза, я уж не знаю. Ну и, в общем, такие вот дела. Это был сервер Arizona St. Rose, канал Беринга. Ну и раз я уже в этом ролике приветствие делал не особо стандартное, то и, в принципе, завершу его просто словом пока.